МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа ЖКС, жилищно-коммунальные советы про продажи квартир по доверенности. Будем сегодня говорить, что нужно знать. Выясним. Выясним это мы с помощью нашей гости. Инжиз Мухаммед Галиевой, начальником отдела госрегистрации недвижимости Росреестра Республики Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вот такую тему мы сегодня заявили. Тема довольно актуальная, потому что в жизни каждого человека возникают ситуации, могут возникнуть потенциально, когда, например, нужно квартиру, объект недвижимости продать, подарить. А у самого такой возможности нет, лично присутствовать при этой сделке. И тогда люди обращаются к помощи представителя, доверенного лица. И возникает куча вопросов. Что правильно, как действовать, каков алгоритм действия. Вот об особенностях оформления доверенности мы сегодня будем говорить. Наших телезрителей тоже приглашаем к разговору. Если эта тема вам интересна, если у вас есть вопросы, звоните, пожалуйста, по номерам телефонов прямого эфира. 8 800 500 32 55 бесплатный номер для регионов и номер телефона прямого эфира для казанцев 511 99 66. Звоните, свои вопросы задавайте, мы постараемся на них ответить. А кроме того, до начала эфира традиционно запускали мы опрос в нашей группе ВКонтакте. В этот раз мы вас спрашивали, а вот вам, лично вам, приходилось когда-нибудь покупать или продавать квартиру по доверенности? Там есть варианты ответов. В уголочке экрана будет QR-код появляться периодически, можно свой смартфон на него навести, в нашем голосовании принять участие. Чуть попозже в выпуске моего результата непременно подведем и прокомментируем. Инжиниса Магдановна, давайте для начала расскажем, что такое доверенность, кому, кем она выдается, а каков вообще порядок этого действия? Понятие доверенность дается в Гражданском кодексе Российской Федерации. И это письменная уполномочия, выдаваемая одним лицом, которого называют доверитель, другому лицу, именуемому доверенным лицом, либо представителем для представительства перед третьими лицами. Вот такое, ну немножко замудренное, но тем не менее, это понятие. А если мы говорим сегодня о сделках с недвижимостью и, соответственно, о представительстве для совершения регистрационных действий в Росреестре, в органе регистрации прав, то обязательно нужно отметить, что доверенность, выдаваемая для совершения таких действий, должна быть нотариально удостоверена. При этом не важно, где эта доверенность будет выдана. Не важно, без привязки к месту жительства и так далее, или к нотариальному округу какому-то. То есть где доверитель находится к тому нотариусу, он и обращается. В письменном виде, на бланке специально, правильно понимаю? Конечно, конечно. Не электронный, не от руки. Обязательно. То есть оформляется нотариусом. Как положено. Если в том месте, где человек хотел бы, как положено, нотариусам оформить подобную доверенность, а вот в том месте, где он находится, нотариуса вообще в принципе нет. Что делать? Ну, конечно, законодателям предусмотрены такие случаи. Действительно, гражданин может находиться в таком месте, где нет нотариуса. И, соответственно, потребовалось все-таки доверенность оформить. И эти случаи, конкретные случаи, также прописаны в Гражданском кодексе Российской Федерации. При этом, ну, понятно, что такие доверенности тоже совершаются в письменном виде и удостоверяются определенными должностными лицами. И эти доверенности приравниваются к нотариальным. Какие это случаи? Можно прям пример привести? Да, это случаи, допустим, когда военнослужащий подписывает доверенность, находясь в своей войсковой части. Или, допустим, в военно-учебном учреждении, там, где нет нотариуса. И такую доверенность удостоверяет командир такой войсковой части, воинской части. Если, допустим, военнослужащий находится на лечении, в госпитале, в санатории, опять же, доверенность может быть удостоверена либо начальником данного госпиталя, либо его заместителем по медицинской части, либо даже старшим или дежурным врачом. А если совершеннолетнее, дееспособное лицо проживает в стационарном учреждении социального обеспечения, ну, например, в доме престарелых, то это лицо также может оформить доверенность, которая удостоверяется руководством соответствующего учреждения. И, наконец, четвертый случай, это когда гражданин находится в местах лишения свободы, и когда ему потребовалось оформить доверенность, доверенность такая будет удостоверена начальником соответствующего места лишения свободы. То есть, повторюсь, что все эти доверенности приравниваются к нотариальным. А если человек находится за пределами Российской Федерации, а ему нужно, например, продать или подарить свой объект с недвижимостью на территории Российской Федерации, что нужно в таком случае учитывать при оформлении нотариальной доверенности? Какой документ тут нужен? Да, если гражданин находится за пределами Российской Федерации, есть два способа оформить доверенность. Во-первых, это может быть доверенность оформлена у иностранного нотариуса, то есть нотариуса того государства, где находится гражданин. И второй способ – это оформить доверенность в консульстве. Ну вот, если мы говорим о нотариальной доверенности, доверенности оформленной у иностранного нотариуса, то такая доверенность, какие требования к ней, мало оформить ее у нотариуса для того, чтобы придать ей законную силу. Во-первых, ее нужно будет перевести на русский язык. Если она совершена на иностранном языке, хотя допускается в некоторых государствах совершение доверенности сразу на русском языке. Если на иностранном, то необходимо перевести ее соответствующим переводчикам и подпись переводчика также нотариально удостоверить. И второй момент, который обязательно нужно соблюсти, чтобы доверенность получила законную силу, это ее легализовать. Это что такое? Легализовать это, значит, придать ей как раз законную силу. И в данном случае, как правило, мы говорим о необходимости проставления апостиля. При этом, да, мы сейчас объясним, что такое апостиль, но я хочу сразу отметить, что вот этот способ легализации, проставления апостиля, он действует в 123 странах. А именно тех странах, которые были участниками ГАГской конвенции 1961 года. Перечень этих стран можно, в принципе, найти, но он в открытом доступе. Можно, например, зайти на официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации, посмотреть, входит ли то государство, где гражданин сейчас находится, в список этих стран, участников ГАГской конвенции. Так вот, что такое апостиль, да, скажем? Давайте расскажем, вы заинтриговали. Что это такое? Вот, то есть доверенность выдана нотариусом, переведена на русский язык, и на ней нужно проставить апостиль. Апостиль – это такой специальный штамп, который проставляется на оборотной стороне документа. Значит, если он совершается на иностранном языке, его опять же нужно будет перевести подпись нотариуса, подпись переводчика, извиняюсь, нотариальную удостоверить. И вот этот штамп, как раз он говорит о том, подтверждает, что данная доверенность, она действительно, она законная и так далее. То есть свидетельствует о ее подлинности и законности. Значимость, весомость этому документу, ну, на территории, как минимум, этих двух государств гарантирует этот штамп, это печать. Да, это совершенно верно. То есть вот это, как мы говорим, значит, эта доверенность легализована, она законна. Ей поверят. Ей поверят, да. Там поверят, примут этот документ. Мы поверим, да, если эту доверенность принесут к нам, допустим, при продаже квартиры. Это если на территории другого государства оформляется, вы говорите, может быть, даже на иностранном языке, а если в консульстве, там все проще? Да, и второй способ, кстати, давайте до консульства я еще скажу, что есть, также еще была заключена в 1993 году конвенция по оказанию помощи, правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Значит, государства, которые подписали эту конвенцию, там 12 государств, это, как правило, бывшие союзные республики, значит, вот в этих государствах, куда входят Россия, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения и так далее, то есть 12 государств, там вообще не требуется дополнительной легализации, в том числе проставление апостиль, то есть там еще проще. То есть, опять же, можно найти список этих государств, вот, допустим, на сайте МИДР Российской Федерации. Теперь давайте перейдем к консульству, да. Второй способ оформления доверенности, чтобы не идти к иностранному нотариусу, можно пойти в консульство Российской Федерации на территорию того государства, где гражданин находится. Вот там сидят русские, говорят по-русски, наши документы понимают, без переводчика. Совершенно верно. И эта доверенность, она имеет как раз ряд преимуществ, потому что не требуется перевода, потому что ее составят сразу на русском языке, значит, удостоверят ее должностное лицо, но имеющая полномочия, должностное лицо этого консульства. То есть она сразу, ей не нужно придавать какой-то законной силы, то есть каким-то образом легализовывать. Ее легко проверить при необходимости, да, ну, допустим, направив запрос в это консульство. То есть у нее есть ряд преимуществ. И, конечно же, она совершается по законам Российской Федерации, по требованиям законодательства Российской Федерации. Ряд преимуществ, говорите, если, например, из двух этих вариантов выбирать, если в этой стране и консульство есть, и нотариус иностранный есть. Наверное, без проблем не, наверное, в консульстве. На какой срок выдают доверенности, если речь идет о сделках с недвижимостью? Есть какой-то минимальный срок, максимальный? Или конкретно, прям вот только на эту сделку, на одну все там заточено? Ну, во-первых, срок указывается самим доверителем, да, может быть, эта доверенность может быть выдана на 3 месяца, да, может быть, на месяц, а может быть... А если он передумает через месяц? Если он передумает, то, конечно, можно отменить доверенность. Но, опять же, отменить ее надо у того нотариуса, допустим, где он эту доверенность совершил. Не просто так, порвал эту доверенность, сказал, все, она недействительна. А, конечно, нужно обязательно обратиться к тому должностному лицу, где совершил, и, соответственно, чтобы внесена была запись об отмене доверенности. Так, теперь давайте все-таки о сроке. Если там вообще ничего не написано? Вот если... Доверенность, доверенность. Или это неправильная доверенность, где сроки не указаны? Нет, может быть такая доверенность, где не указан срок, но в этом случае она считается выданной на один год. С момента подписания? Да, конечно, с момента удостоверения. А если же... А вообще срок доверенности, вот раньше был максимальный срок 3 года, но с недавнего времени, опять же, гражданским законодательством предусмотрен неограниченный срок. Можно выдать доверенность на 50 лет. Если вы этому гражданину доверяете, своему доверенному лицу, представителю, почему бы нет? Так. А кому может быть выдана доверенность, если доверяете? Какие-то есть запреты? Доверенность может быть выдана любому лицу. Ну, конечно, за исключением несовершеннолетнего лица. То есть это может быть ваш родственник, может быть жена или муж, которые, кстати, не являются родственниками. Может быть знакомый, друг, риэлтор. А вот что касается... Ну, то есть кому доверяете, тому и вы даете. И, конечно, как я уже сказала, поссорились вы с другом, можете пойти завтра эту доверенность отменить, не просто порвать. А какие же есть запреты? Запреты есть не в отношении личности, а в отношении, скажем так, правоотношений. Правоотношений, да. Не может выступать представителем по доверенности одно и то же лицо в рамках одной сделки. Вот сейчас объясню. То есть вы не можете выступать, допустим, по доверенности от имени продавца и с другой стороны быть покупателем. То есть в отношении себя лично вы не можете быть представителем другой стороны. Сам себе продал, сам у себя купил. Да. Вы не можете быть представителем с обеих сторон сделки. То есть и представителем продавца, и представителем покупателя. Ну, то есть, грубо говоря, вы не можете подписать договор с двух сторон, хоть вы даже будете являться представителем. Понятно? Вот на это есть прямой запрет, установленный гражданским законодательством. Такие у нас ситуации встречаются, мы, конечно, гражданам объясняем, и приходится в этом случае переделать доверенность на другое лицо. А давайте пример приведу, и вы мне скажете, правильный пример или нет. Например, отец дарит, оформляет дарственную, дарит, например, долю в квартире несовершеннолетнему ребенку. Но отец, он же при этом представитель законной этого самого ребенка, он же может подарить, и он же может от имени ребенка вроде как принять эту долю. А вот здесь вот нужно маму звать на помощь, да, правильно я понимаю? Что если отец даритель, то мама, как законно представитель, принимает эту долю. Если ребенку нет 14 лет, то ребенок, конечно, в этом случае сам не подписывает договор дарения, а за него действует его законный представитель, например, мама. Но у нас бывают, кстати, ситуации, когда, ну, допустим, одинокая мама, мама дарит своему ребенку. И у нас были разъяснения, значит, соответствующих там органов, да, что вот такая, кстати, как раз сделка допускается. То есть не совсем удачный пример, да, не совсем удачный, поэтому здесь это допускается. Но если полная семья, папа дарит, мама со стороны ребенка подписывает, со стороны одаряемого этот договор. Идеальный вариант, вопросов не будет. Давайте поподробнее о содержании доверенности поговорим. Про срок мы уже сказали, срок обязательно должен быть указан. Что там дальше еще? Очень важное должно быть в формулировках внутри. Да, сама доверенность, конечно, должна содержать все полномочия, которые необходимы будут для совершения сделки. То есть это может быть предварительный какой-то сбор документов, да. Соответственно, в доверенности необходимо будет указать, куда может обращаться доверенное лицо, представитель, в какие органы, где собирать какие-то справки, заявления подавать и так далее. Затем основные полномочия, подписать договор, если мы, допустим, говорим о купле-продаже, подписать договор купле-продаже. Передаточный акт, да, то есть это то, что доверитель ему доверяет своему представителю. Может быть, произвести расчет, хотя может быть и без произведения расчета, да. Допустим, расчет будет непосредственно уже с самим продавцом, не с его представителя. Это все на усмотрение доверителя. Конечно, обязательно нужно прописать необходимость представлять интересы своего доверителя в органах регистрации прав. То есть у нас в Росреестре, чтобы подать заявление на государственную регистрацию, какие-то документы еще подавать, может быть, еще какие-то заявления, что-то там где-то приостановить, если потребуется, прекратить и так далее, и так далее. Оплатить госпошлину, может быть. То есть самые разные полномочия. Понятно. Спасибо большое. Давайте на секундочку привернемся на звоночек из студии, а мы очень боимся, что там не хватит времени. Поэтому, пожалуйста, здравствуйте. Формулируйте четко ваш вопрос, коротко, лаконично. Мне 52 года, я хочу купить трекомную квартиру, а у меня таких денег нет. Трекомная квартира, набережная Челнах, стоит 10 миллионов. Домкор строит, Челнах, это, извини, тут контора, около мэрии, там, Домкор. В чем ваш вопрос? Я хочу купить квартиру. Как ее купить из квартиры, если у меня таких 10 миллионов нет денег? Ой-ой. Это, наверное, вопрос не в тему нашей сегодняшней программы. Давайте мы в следующий раз поговорим, да, ведь? Ну, конечно. Ну, это явно не по теме доверенности. Ну, обратитесь в кредитную организацию. К сожалению, здесь мы вам только так можем посоветовать. То есть в банк. Только банки у нас сегодня с этим могут помочь. 10 миллионов раздобыть для трехкомнатной квартиры в набережных Челнах. Давайте я еще скажу об одной особенности. Обязательно хочу сказать об этом. Это особенность доверенности на дарение. Потому что сейчас очень много сделок дарения. Сын дарит маме, дочь дарит папе и так далее. Вот когда дается доверенность на дарение, обязательно в этой доверенности должно быть прописано, что дарится и кому дарится. То есть обязательно прописывается объект недвижимости и одаряемый фамилия, имя, отчество. И наши заявители очень часто ошибаются, когда составляют договор по генеральной доверенности, где вот там написано управлять, распоряжаться всем моим имуществом и так далее. То есть общие вот эти полномочия, она вроде бы генеральная, но в отношении дарения, если там не указано, что с возможностью подарить квартиру такую-то, такому-то лицу, эта сделка будет недействительной. Поэтому обязательно эти требования, они предусмотрены законом. И их нужно соблюдать, конечно. Я предлагаю подвести итоги нашего опроса, о котором в начале выпуска мы заявляли. Мы спрашивали вас, уважаемые телезрители, а вот вам приходилось продавать или покупать жилье по доверенности? Обратите внимание, да, ответили 13% с хвостиком, нет, да, это удобно, нет, это опасно, сказали 73%. Большинство людей опасаются, что могут быть какие-то неожиданности. Как Росреестр проверяет вообще доверенность, если человек продает, покупает квартиру по доверенности? Да, чтобы не опасаться, не только Росреестр может проверить доверенность, доверенность может проверить любое лицо. Дело в том, что, как мы уже сказали, доверенность оформляется нотариусом, и нотариус обязательно вносит сведения об этой доверенности в реестр нотариальных действий. Этот реестр находится в общем доступе, то есть через интернет, заходите на сайт федеральной нотариальной палаты, находите, там, можно даже вбить, да, проверка доверенности, вбиваете туда реквизиты, то есть реестровый номер, дата, фамилия нотариуса. И у вас выйдет информация актуальная, действительно ли эта доверенность выдавалась, и не было ли отмены доверенности. Это очень важно. Это очень важно. То есть даже непосредственно перед подписанием договора посмотрели, убедились и успокоились. Спасибо большое за интересный рассказ, спасибо за полезные советы. Спасибо вам. Мы сегодня выясняли, как продать или купить квартиру по доверенности, а может быть ее подарить, и что нужно знать про это. Продолжение следует...